Продолжение следует... Запись нашего научного проекта по подготовке научных работ, докладов, статей в журналы и других видов результата научной деятельности. Спустя несколько совместных занятий мы получили на сегодня определенный результат. И хотели бы сегодня написать статью конференции, которая публикуется не как тезис, а как полноценная статья. И она будет посвящена той как раз тематике, которой мы занимались два выпуска до этого. Мы определили наш УДК. Это, очевидно, медицина, клиническая практика, хирургия. Статья наша будет называться «Разработка системного подхода к изучению этиологии рецессии Десны и структуры этиологических факторов по степени их влияния в патогенезе». Такое название выбрано, потому что оно переводится универсально на любой язык. И мы обязаны писать на русском языке в соответствии с некоторыми требованиями к переводимому материалу. Авторы все очевидные и их принадлежность. Аннотация пишется в конце статьи, поэтому мы на сегодня, прямо сейчас, не будем обращать на нее серьезное внимание, потому что действительно ей не хватает части разделов, но у нас правильно определены ключевые слова. Это очевидно будет, исходя из темы статьи. Давайте проанализируем. Рецессия Десны, но есть встречаемость, и будут искать по рецессии. То есть, гамм-рецэшн или гингива-рецэшн, или гингивал-рецэшн, или рецэшн-офф-гингива. Эти все ключевые слова будут выдавать нашу статью в поиске. Итеология рецессии Десны. Ну, у нас есть это слово встречаемое, и на английском оно будет тоже звучать. Дегисценция. Этого слова нет в теме статьи, в этом ничего страшного нет. Оно встретится в абстракте, потому что мы определяем как ключевой фактор именно дегисценцию костной ткани. Системный подход. Это есть в названии статьи. Понятно. Фотодиагностика. Это будет в содержании. Фотодиагностика – это некий уникальный элемент, разработанный нами для данной статьи. То есть, мы по фотографиям рецессии Десны в динамике понимаем, как меняется соотношение самой проблемы, то есть, непосредственно рецессии Десны, и состояние окружающих тканей. Их исходного, промежуточного и конечного значения, а также состояние в отдаленной перспективе. То есть, спустя 6 месяцев, это уже отдаленный результат в продонтологии, 12 и 24 месяца, что для нас является, в общем-то, конечным показателем исследования. И спустя 2 года мы можем дальше не исследовать рецессию, потому что, если на нее не влияли травматические факторы, ортопедические, ортодонтические их сочетания и какие-либо еще, или внезапные, как травма, то дальше, в общем-то, наш результат, он будет стабильным. И фенотипическое планирование, которое, очевидно, является базой для изучения данной проблемы. Поэтому мы переходим сразу к актуальности. Для написания подобного труда мы всегда берем требования, как первичный фактор, и смотрим, что мы должны сделать. Давайте быстро пробежимся по требованиям. УДК. Мы уже выбрали, его нашли. Название статьи у нас определено в соответствии с требованиями. Авторы. Да, действительно, у нас 5 авторов. Автор, который занимается этой темой. Автор, который уже этой темой давно занимается. Еще один автор, который занимается этой темой. Автор, который изучает эту тему. Недавно. И автор, который помогает нам структурировать подачу материала. Поэтому вклад каждого из авторов, он является уникальный, равный в своей значимости между собой. Поэтому больше, в общем-то, добавлять-то и некого. Выдерживаем. Идем дальше. Четвертое. Организации. Все организации перечислены в соответствии с требованиями и так, как указано. Каждый автор имеет свою принадлежность. Аннотация. Мы пишем из этого структурированную, естественно, аннотацию, потому что она для нас важнее. Пока она на данный момент не готова. Здесь будут перечислены методы, результаты и заключения, которые мы сформулируем сегодня. И они появятся в следующей нашей встрече. Ключевые слова. Пожалуйста, они уже готовы. Точка ставится. В ключевых словах. Текст статьи. Тут пишут не более 12 страниц. Но вот у нас без картинок 8. Ну, по факту, плюс-минус 7. Учитывая, что мы допишем некоторые части статьи, у нас получится 12. Как это и должно быть. На самом деле, серьезная пионерская статья должна содержать именно 12 страниц текста. И на это надо ориентироваться. И в ней должно быть действительно 5 графических элементов. Таблиц, рисунков, чего хотите. Но это не значит, что таблица должна иметь только одну таблицу внутри. В разделе таблица может быть комбинация. Например, мы представляем результаты трех разных пациентов. Или мы сравниваем результаты пациента до и после в течение разных периодов. Так же, как и рисунки. Мы можем показать в одном рисунке всю ретроспективу его лечения. За период, например, 6 лет. То есть, мы показываем исходную картину, этапы лечения. И результаты через, допустим, 3, 6, 12, 24 месяца. И потом через 8 лет. И все это является в составе одного рисунка. Мы соблюдаем требования к названию статей, их правильного расположения и так далее. Список литературы. Мы пока не будем его касаться. Мы рассмотрим нашу статью с позицией. Это самая главная часть сегодняшней встречи. Мы будем вместе читать статью. Я буду рассуждать ее с одним из авторов. С тем, кто указан первым. Это Ксения Привалова. Ксения с нами на связи сегодня. И мы поговорим о том, о чем конкретно написана статья. Ксения. Да. Замечательно. Действительно, рецессия Десны актуальная проблема. Она часто встречается. Мы видим ее в различных состояниях. И это не вызывает на сегодня ни у кого какой-то крайней степени удивления. Поэтому то, что мы пишем про это, абсолютно разумно, понятно и обоснованно. Распространенность рецессии вообще всех. Одиночных, множественных или генерализованных. Что в разрезе темы и теологии рецессий вообще не важно пока. Оно колеблется у людей разного возраста. Вот в таком диапазоне. Есть автор, который выделяет 99,9%. То есть у пациента, у всех людей на планете есть хотя бы одна рецессия на одном зубе в любом возрасте. Но это на самом деле достаточно очевидное исследование. Поэтому на них мы не будем останавливаться. При этом авторы отмечают, что увеличение риска рецессии и ее частоты усугубляется с возрастом. Рецессия, что такое само по себе? Эта миграция комплекса мягких тканей действительно аппекальна. Потому что нет адекватной поддержки, которая компенсирует жевательные движения или нагрузку на зуб. На конкретный зуб. Если он участвует в жевательных движениях, то эта ситуация тем более отягощена. Если он находится в прикусе, но допустим это клык, то есть это зуб. Зуб и не жевательный, и не передняя группа зубов. Это особое значение. Если он находится в передней группе зубов и на него приходит прикус, то очевидно, что есть механическая нагрузка. Поэтому так или иначе, если десна мигрирует в аппекальном направлении, то она происходит, эта миграция, с оголением поверхности корня зуба. И, конечно, сопровождается и чувствительностью, и образованием некариозных поражений. Это, конечно, больше в жевательных отделах. Ну и эстетическими дефектами, цветовыми, например, с оголением поверхности корня зуба, или, в общем, с убылью десны, так или иначе, психологический компонент у этих пациентов, он присутствует. И в большей степени связан именно с эстетическими нарушениями улыбки. Причиной рецессии действительно могут быть очень большое количество факторов. Ну, понятно, что они могут быть врожденные или приобретенные. Это факт. Но, кроме вот этого точного определения, на самом деле, никакого больше в научной литературе не существует. И поэтому мы решили заниматься этой проблемой. Потому что вот это, собственно, всё, что описывает, каким образом, как, что конкретно, что конкретно во взаимосвязи с другими ещё факторами, и вообще каким-то либо образом причинным происходит возникновение рецессии десны. Не описано в научной литературе. В различных этнических социальных группах выделяют разные причины. Очевидно. Существует множество подходов на сегодня. То есть, их изучают рецессии десны, но нету точного понятия, как каждый отдельный фактор влияет на возникновение рецессии десны. Как эти факторы между собой могут быть взаимосвязаны. По степени их влияния. То есть, процент вклада каждого фактора имеет, на самом деле, конкретное абсолютное значение. Но об этом нет данных. А поскольку об этом данных нет, то наше умозаключение, оно не может быть научно обоснованным. И ввиду того, что точных причин получается на сегодня, так и нет. Что конкретно определяет возникновение рецессии десны? Потому что большинство исследований посвящено именно развитию патогенеза, как процесса, естественно. Патогенеза есть. Это развитие патологического процесса в динамике. Сначала происходит одно, потом другое и так далее. И взаимодействие факторов описано, но клинически. А поскольку наше направление лежит в области изучения и теологии рецессий, никаких данных толком об этом нет. То есть, истинную и теологию нет источников, которые бы описывали. В связи с этим мы решили заниматься этой проблемой. Потому что для нас она действительно имеет большое значение. Продолжение следует...